всем привет я начну пожалуй еще одно скажем так направление вот в котором я буду рассказывать о тех программах которыми я пользуюсь в линуксе то есть в убунте вот о каких-то там особенностях о консольных точнее терминальных командах о терминальных программах полезных о которых вы даже там к примеру не слышали и могли не подозревать хотя я тоже в какое-то время мог не то что не подозревать что что-то подобное есть когда верхом совершенства была кнопка пуск кнопки пуск программа в кнопке в меню программы игры а в меню игры сапер там или косынка вот поэтому это такое будет посвящено больше убунте и работе с убунтой вот вы конечно же скажете блин у тебя уже столько всяких направлений плейлистов и ни один еще не толком не закончен совершенно верно отвечу вам я и обосну это тем что есть темы для на которое нужно какое-то время для подготовки а есть темы которые по крайней мере какие-то там темы вот какие-то темы короче заговорился вот не не требует особой подготовки соответственно исходя из моего времени то есть к примеру вот сейчас я у меня есть время что-то вот такое по быстренько записать что не требует какой-то подготовки какие-то там алгоритмы и плюс их не там отрисовка их не я вот чтобы визуально еще было видно на это там требуется подготовка по каким-то нюансам или по каким-то возможностям си плюс плюс нового это опять таки тоже требуется какая-то подготовка в том плане что нужно как минимум почитать в двух там источниках каких-то один это один из источников это должен быть стандарт хоть и не полностью но частично надо что-то там дочитать вот поэтому вот я объясняю почему еще одна одна тема если ну я буду смотреть конечно по реакциям если она будет интересно то понятное дело буду продолжать если же никто не будет смотреть это то 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 будем думать вот итак приступим те кто работает в убунте а вот тем я советую установить как первую очередь такую штуку как гуаке гуаке это у нас терминал вот я нажимаю кнопку f12 и он сверху вылазит также можно настраивать его прозрачность и т.д. и т.п. с этим разберетесь то есть пишется она так гуаке не неправильно это квейк так пишется вот вот гуаке гуаке терминал вот очень удобный и полезный терминал плюс тут еще можно много видите два раза класть вон где мышка и с открывать полно вся кучу всяких терминалов дополнительных вот очень удобно очень удобно pf12 вылазит и все красиво вот итак терминал терминал это совершенно иная вещь в отличие от консоли windows то убожество даже даже не знаю не будем вспоминать о плохом давайте лучше хорошему терминал так вот в терминале очень много полезных команд и они полезны не только для повседневного использования но в том плане что не только не всегда удобно писать ручками все эти команды но о них знать нужно вот потому что здесь есть возможность писать баш скрипты баш это ну и их они там разные есть баш называют shell это как раз вот это вот оболочка вот в которой есть свой набор команд он расширен там или не расширен но есть набор стандартных команд то есть как бы уже дополнение плюс можно доставлять очень много всяких терминальных программ удобных так вот по ходу скриптов можно писать баш скрипты shell скрипты по разному это называть зависимости от того какая оболочка вот соответственно чем больше знаете вы всяких команд терминальных тем на гибче и гибче у вас могут быть какие-то скрипты скрипты это могут они на что-то настраивать что-то искать какие-то файлы перезаписывать собирать какие-то программы то есть то есть в этих скриптах есть циклы переменные массивы то есть такой мини свой язычок вот можно было бы привести аналогию с бат файлами windows но мы не будем проводить аналогию потому что это унылое убожество которое даже не следовало бы здесь упоминать ну да ладно и так так как это у нас видео как бы больше вводное то 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 давайте познакомься с первой программы твой блин с первой с первой команды сиди 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 это change directory у каждой команды через две рысачки мы можем написать help и узнать ее для чего она нужна и справку по ней вот и вот видим описание чем же шеллокин директор и то есть обычно все команды они сокращениями данном случае change directory сиди вот так вот все знают что сиди это для того чтобы там перейти или сменить какую-то директорию да вот ну к примеру давайте 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 перейдем директорию downloads кстати кстати терминале в линуксе очень удобная такая штука когда авто дополнение когда вот я сейчас нажимаю tab как вы видите она мне подсвечивает две директории потому что есть две директории которые начинаются на дом но если напишу к документ с примеру то и нажму tab то она добавить его как видите добавила то есть очень удобное это авто добавление нажимаем enter вот сиди и путь это мы переходим нужную директорию вернуться на уровень выше это сиди и две точки это есть запомни дальше есть интересные такие особенности этой команды к примеру сиди ой не туда сейчас сейчас сиди и вот такое вот тире вот что это означает это вернуться в предыдущую директорию то есть это аналогично кнопки back видите вернулся в documents сейчас опять вызову сиди вернусь на уровень выше где бы сейчас опять вызову сиди с этим аргументом видите вернулся опять в документ то есть это аналогично кнопки back она возвращается в предыдущую директорию вот что довольно бывает удобно особенно там для напис при написании всяких скриптов вот которая там выполняет пример надо зайти в под директорию счет там выполнить перейти на уровень выше потом что-то выполнить опять перейти в предыдущую директорию то есть там где мы были и так и т.д. и т.п. ладно дальше ну поэтому будет в блоге краткая справка потому что мы сегодня рассмотрим дальше перейти в домашнюю директорию пользователя это у нас сиди и тильда вот мы перешли в домашнюю директорию нашего пользователя вот либо же можно точно так же если у вас есть какой если есть несколько пользователей у меня данном случае он только один ну давайте документ перейдем и напишем имя пользователя вот вот точно так же я перешел в директорию но это вы поиграетесь дома вот перешел директорию пользователя далее точно ну а можно еще перейти в корень самой файловой системы это сиди и обратный слэш да так подождите сиди download а да я перешел перешел лс смотрим мы в самом корне а вот лс это вывод список список как бы всех файлов директорий вот вот мы перешли в корень файловой системы наша директория пользовательская находится вот здесь в папке home чтобы туда перейти мы можем опять таки сиди либо тильда либо без ничего вот давайте вызовем без ничего и лс как вы видите у нас теперь мы находимся в директории нашего пользователя вот это то что по сиди то есть интересным моментом о котором не все могли знать это сиди вот это тире просто без аргументов вот но из справки все будет вот далее смотрите бывает такая проблема так кстати советую всем еще установить такую программу как 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 midnight commander вот он гну midnight commander м с вот это очень удобный файловый менеджер я в основном пользуюсь либо midnight командером либо фаром если это windows вот потому что удобнее менеджера я не не встречал это самый удобный идеальный менеджер в котором можно кучу действий делать есть одна панель есть вторая панель и копировать можем и что-то смотреть здесь как бы открытые файлы могут быть а что-то здесь другие файлы но это гораздо удобнее чем стандартный explorer а вот и есть такая проблема давайте я перейду папочку т.м.п. к примеру и создам директорию тест спайсис вот директорию с в которой содержатся пробелы я думаю есть такие которые сталкивались с такой проблемой как же перейти в директорию в которой есть пробелы так у нас вот есть директория тест пробелок спайсис это такая проблема есть и windows и ну и в линуксе конечно же на лады давайте попробуем сидит тест нажимаем несколько раз раз тап и вот она нам подсветила есть три директории тест тест пробел спайсис и тест с обдирт как же нам все-таки перейти вот сюда для того чтобы перейти нам нужно заэкранировать этот пробел поставить вот такой слэш пробел и спайсис и вот мы перешли видите ли боже давайте либо же это можно сделать вот вот так вот заключить в кавычки перешли либо же в двойные кавычки вот атаку ну винда все по моему такой только способ работает вот кстати по поводу windows а советую всем чтобы иметь удобный терминал я когда работаю под windows я себе всегда устанавливать такую штуку цыг цигвин цигвин это набор а очень большого количества программ кроссплатформенных линуксовых скажем вот так вот там тоже можно установить минуте которые можно было портировать портировать вот а там тоже можно установить и midnight commander и куль кучу кучу всяких полезных программ а вот и жиссисе и жи плюс плюс и мэйки 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 много всего соответственно там она практически как бы можно можно сравнить его с этим терминалом в линуксе то есть там очень удобно и это окошечко увеличивать уменьшать а вот и подсветка опять-таки там при выводе списка директорий файлов тоже есть подсветка и так далее и тому подобное вот соответственно советую поставить цигвина так с цигвином процент не услышали midnight commander узнали как перейти в директорию с пробелами узнали дальше есть такая интересная штука как history а кстати в линуксе шишу когда мы нажимаем кнопочку вверх мы можем пройтись по истории предыдущих команд вот сейчас я нажимаю кнопочку вверх и как вы видите иду по истории вот чтобы узнать историю всех команд мы набираем history и как мы видим в памяти 1300 команд мы это можем очистить давайте очистим history и с таким аргументом и попробуем еще раз вызвать history вызвали и все 304 только что 304 странно ладно то есть history выводит нам историю всех наших команд ну давайте попробуем выполнить лс потом cd 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 куда у нас где-то был тест а вон тест обратный slash spaces опять ls и теперь давайте наберем history как видите в history вот начиная почему-то с 304 номера ну да ладно есть history ls cd test ls history вот например для того чтобы выполнить команду 307 ну которая по номеру 307 или давайте да давайте то нам надо набрать his тари и и и и и знак восклицания и 305 а нам без history надо блин надо вот так вот надо просто знак восклицания и 305 чего не выполняется а это выводит хорошо хорошо вроде же выполнялась раньше ну да ладно давайте пока с history я тогда в примере что-то нарою давайте посмотрим по history help clear open 33 окей читает записывает ладно не будем сейчас тратить время history можем посмотреть количество команды которые мы использовали вот все все они пишутся в истории и остаются там соответственно эту историю можно очистить либо не очищать чтобы какие-то команды были на своих номерах то есть по любому если мы не будем очищать то вот это вот команда да будет под номером 308 и этим мы можем оперировать то есть мы можем создать список какой-то список команд при старте как вот запомнить их название написать какой-то скрипт который будет дергать эти команды прям по своим номерам вот дальше к примеру мы можем выполнить предыдущую команду как выполнить предыдущую команду это делается вот вот так вот два восклицательных восклицательных знака видите предыдущая команда у меня было history давайте ls выполним тут пусто давайте перейдем на уровень выше давайте тут ls давайте сделаем clear clear это очищает само это окошечко вот ну как очищает вот оно здесь все остается просто перемещает на перемещает все вверх чтобы мы весь мусор не видели вот теперь давайте выполним предыдущую команду предыдущая команда у нас была какая давайте ls выполним а clear была предыдущая вот давайте предыдущую выполним вот она выполняется предыдущая команда есть есть еще такая удобная штука как выполнить команду ну давайте еще раз посмотрим history вот и смотрите вот у нас есть перечень команд в нашей истории мы можем сделать вот так вот смотрите знак вопроса l вот l и знак вопроса что находится между этими знаками вопроса в данном случае будет выполняться команда скажем так регулярное выражение которое будет искать любую команду в которой есть l соответственно она начнет бежать по истории и как только найдет первую команду в которой встретилась вот это вот буквочка или слова она выполнит самую последнюю данном случае выполнить команду ls вот выполнил либо же можно смотрите давайте вып выполним команду clear но зададим в поиске не l а л е вот давайте этому выполнить команду и пишем такую регулярку л е соответственно она начнет искать сначала вот здесь посмотрите есть л е нету здесь есть l но е нету и найдет вот эту clear давайте нажмем enter видите выполнилась соответственно очень удобная такая штука когда вы помните что вы по-любому последняя какая-то команда и вы ее когда-то выполняли после этого вы ни разу там ее не выполняли вот то вы можете задать вот здесь какой-то сам word вот какое-то слово которое было в этой команде вот но но вы должны понимать что она не должно было бы повторяться после вот то есть она идет по истории и выполняет самую последнюю найденную команду вот соответственно этой порой бывает удобно найти вы не помните а листать эту историю вот так вот стрелочками это неудобно вот соответственно соответственно можно вот таким способом найти эту команду дальше ну к примеру можно д ульщу команду вкратце рассмотреть д у это скажем так диск юсать что есть использование диска то есть она выводит 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 общий объем текущей директории вот но это не особо читаемый формат поэтому диск юсач давай т.д.у. и посмотрим хелп диск юсач есть такой аргумент как юман ридейбл то есть ну чтобы можно было читать для человека вот поэтому нам надо передать аргументом аж и посмотреть и что мы видим мы видим наши текущей директории по каждой директории и по каждому там файлу сколько он занимает данном случае один гигабайт либо же можно еще сделать вот так вот с это сам море в общем соответственно в общем наша директория тмп занимает один гигабайт ого надо почистить давайте перейдем на уровень выше вот и посмотрим сколько занимает моя корневая директория ну да ладно это понеслось это наверное будет долго нету доступа надо было через суду 155 гиг ого надо чистить вот это д.у. диск юсач очень тоже удобная вещь вот 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 ну и давайте да я вам еще не сказал midnight commander да вот он есть когда я нажимаю контроль о прячется прячется сами панельки и можно работать в терминале у midnight commander своя история команд вот как вы видите с начинается с 304 будет до 329 это своя история давайте выйдем это я нажал f10 и наберем history тут в терминале вот здесь же своя история то есть у midnight commander и обычного терминала истории разные поэтому может быть кто-то уже сталкивался с тем что работает уже в этом команды листает листает не находит нужную ему команду вот не удивляется что ж такое linux глючит почему он не записал предыдущей команды а только потому что вы были либо в терминале либо в midnight commander а вот 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 давайте еще раз запущен midnight commander и покажу еще одну интересную штуку и наверное на сегодня все что интересно я вам покажу смотрите history делаем вот так как мы видим это какая-то блин как это не та история которая была перед этим ну да ладно это убунту глючит что тут говорить вот смотрите вот это все можно перенаправить файл можно вот так вот стрелочкой указать в history . txt то есть можно и вот здесь указать там параметр less но об там все будет подробнее дальше но в других видео вот либо же можно чтобы вот здесь вот так вот не листайте не искать команду либо не если вы не хотите пользоваться вот такой вот записью как я вам указал и тут название или частичное название своей команды то можно перенаправить это все в файлик вот вот таким вот способом в linux и часто не только в linux и windows это тоже работает когда какая-то программа консоль на которую вы запускаете выводит что-то на консоль то вот таким вот способом вы можете перенаправить весь вывод в файлик либо же обратно вы можете файлик перенаправить в программу то есть и я имею ввиду вот вот так вот вот так вот к примеру если ваша программа читает определенные данные вот то эти данные можно записать в файлик и вот таким образом перенаправить файлик в вашу программу и она там с канэфом или чем std c и нам все вычитает смотрите выполнили history в history текст и и что мы видим вот появился файлик и в котором куча команд вот куча команд и вот здесь мы можем поискать нужную нам хотя удобнее еще раз вам говорю вот такая вот запись удобнее вот ну ну удобнее на самом деле еще грэпом пользоваться это еще удобнее но об этом всем потом вот поэтому поэтому на сегодня все блоки в течение пару дней добавится под сегодняшним командам по change directory по диск юзич по history ну еще там почем вот поэтому поэтому все ставьте убунту ставьте гуаке вот так вот гуаке я опять квейк написал блин гуэйк вот то квайка это гуэк вот ставьте midnight commander либо если все таки у вас windows нет возможности перейти я хотелось бы поработать с терминалом в принципе если вас заставляет работать то вас можно все таки простить вот и для вас есть выход и его можете поставить цигвин и в цигвине доставить все то что вам нужно и работать вот поэтому все на сегодня все всем спасибо за внимание делимся ждем новых видео комментируем все всем пока